Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам, пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на инстаграм «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. А сегодня мы разберем противоречивый двигатель от компании Renault. Итак, встречайте – 2.5 DCI. Этот турбодизель был создан специально для коммерческой техники. У него чисто французское происхождение, а история началась в 1994 году с вихрекамерного мотора объёмом 2.2 литра. В 2001 году тот старый мотор основательно переделали, добавили топливную систему Common Rail от компании Bosch, а также усложнили привод ГРМ. Если изначально в приводе ГРМ использовался только зубчатый ремень, то после обновления привод ГРМ стал комбинированным, то есть шестернями и зубчатым ремнём. Также появилась и эта версия с 2.5 литровым рабочим объёмом, созданная на основе того чугунного блока с увеличенным диаметром цилиндров и ходом поршней. Двигатель 2.5 DCI устанавливался только на коммерческие автомобили, на Renault Traffic 2, Master 2, также на их клоны Nissan, Interstar и Prima Star, а также на Opel Vivaro и Movano. Кто-то считает этот двигатель надёжным и технологичным, а вот спрос на эти двигатели, а также на коленвалы и ГБЦ к ним очень велик. То есть, с одной стороны, этот двигатель может пройти 1 миллион километров, а вот с другой стороны, если он ломается, то ломается на совсем мелких ремонтах здесь не бывает. Сейчас обо всём подробно расскажем. Отметим, что высокий спрос на двигатели 2.5 DCI привёл к тому, что некоторые продавцы продавали своим клиентам более распространённые двигатели 2.2 DCI. Отличить эти двигатели сложно, но можно. До 2006 года на блок цилиндров двумя заклёпками крепилась табличка с идентификационными данными, а вот с 2006 года двигатели G9U с индексами 630, 632 и 650 маркировались немножко по-другому. На площадку на блоке цилиндров путём точечной маркировки наносились идентификационные данные. Других вариантов обозначения этих моторов нет. В целом же, по точкам крепления навесного оборудования, все двигатели G9U одинаковые и даже не отличаются от младшего 2.2-литрового G9T. На автомобилях с кондиционером для крепления компрессора кондиционера нужен кронштейн. Все двигатели 2.5 DCI оснащены турбокомпрессорами. Версии двигателей мощностью от 95 до 115 л.с. оснащались турбокомпрессорами KKK K03. А вот рестайлинговые двигатели G9U получили турбокомпрессоры Garrett. Версии двигателя со 120 л.с. под маркировкой 650 оснащались турбокомпрессором Garrett GTB 1752 с изменяемой геометрией. Турбины на этом двигателе выходят из строя из-за проблем с обслуживанием. Немало случаев посеченных холодных крыльчаток турбины из-за старого воздушного фильтра или если фильтр некачественный, а экономия на моторном масле и высокое давление газа в картере из-за изношенной цилиндропоршневой группы приводит к выдавливанию масла из картриджа. Масло попадает во впуск или выпуск. В 2006 году двигатели G9U обновили под более строгие экологические нормы. Эти двигатели имеют вышеупомянутые 600 обозначения 630, 632 и 650. На этих моторах система EGR оснащена отключаемым жидкостным охладителем отработавших газов, а вот раньше отработавшие газы охлаждались в трубке подачи. Бывают случаи протекания этого охладителя и жидкость сочится как наружу, так и внутрь, попадая во впускной коллектор. Ну а сегодня в разборе этого чисто коммерческого мотора нам поможет Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! На многих двигателях 2.5 DCI клапан EGR заглушили и отшили при первых же проблемах с ним. Если клапан заклинил в приоткрытом положении, то из-за постоянного потока отработавших газов двигателю не будет хватать воздуха для работы при высокой нагрузке. А вот если клапан заклинил в максимально открытом положении, то тогда двигатель не будет запускаться либо же будет глохнуть при первых секундах после старта. А в нашем случае клапан настолько закоксован, что при вынимании шаговой электромотор отвалился от самого клапана. Зубчатый ремень ГРМ двигателя 2.5 DCI нужно менять каждые 120 тысяч километров либо же раз в пять лет. Ремень короткий, но это ничуть не упрощает его замену. Надо снимать правую опору и подпирать двигатель снизу. В приводе ГРМ лишь одна метка на шкиве коленвала. Если её расположить на 6 часов, то поршень первого цилиндра окажется в верхней мёртвой точке. Далее надо застопорить коленвал. Заглушка для стопора находится возле масляного фильтра. Распредвалы фиксируются специальными планками. Когда все валы зафиксированы, тогда можно снимать ремень ГРМ и натяжитель. При необходимости ослабить шкивы распредвалов. Обратим внимание, что датчик положения распредвала считывает данные по шестерне на вале ТНВД. При установке этой шестерни надо обязательно выставить её по метке. Вот эта длинная линия должна совпадать с меткой на кожухе ГРМ. Если этого не сделать, то тогда двигатель не запустится, потому что сигналы с датчика положения коленвала и распредвала будут рассинхронизированы. Нередко на моторах 2.5 ДЦИ обрывается один из трёх проводов датчика положения распредвала. Это может случиться через некоторое время после ремонта, если моторная коса была закреплена неправильно. В этом случае обрыв придётся искать. Двигатель не запустится без сигнала от датчика положения распредвала. В основе топливной системы двигателя G9U лежит топливный насос высокого давления Bosch CP3 S3. А с 2006 года Bosch CP1 H3 – это отличные и надёжные ТНВД, которые способны выдержать издевательства дизельным топливом низкого качества. На всех версиях двигателя 2.5 ДЦИ впрыск топлива осуществляют электромагнитные форсунки. Форсунки с рестайлинговых двигателей не подойдут на дорестайлинговые, хотя выглядят идентично. Эти форсунки долго не создают проблем, но очень не любят езду на почти пустом баке. Пару таких поездок, особенно с появлением ошибки по недостаточному давлению топлива в рампе, приведут к износу седла мультипликатора. Из-за этого сливной дроссель потеряет гидроплотность. Говоря простыми словами, форсунки начнут сливать слишком много топлива в обратную магистраль, ухудшится холодный запуск и проблема будет прогрессировать. Новые форсунки для этого двигателя обойдутся в 180 долларов за штуку, бэушные – в четыре раза дешевле. Также на неухоженных моторах 2.5 ДЦИ встречается проблема с замыканием либо же обрывом проводки к форсункам и плохим контактам в разъёмах. После этого соответствующие форсунки перестают работать. Также может выгореть управляющий ключ ВБУ. Немало владельцев автомобилей с моторами G9U сталкиваются с прогоранием огнеупорных шайб. Они просто пропустили момент их замены. В результате форсунки закоксовываются в своих гнездах, а для их снятия нужно вызывать специалиста. Такое же может произойти, если на двигатель без декоративной крышки будет капать вода. Иногда форсунки настолько приклеиваются к своим гнёздам, что для снятия надо использовать гидравлику. Иногда в таких случаях хлопается ГБЦ. Поэтому раз в 150 тысяч обязательно не забудьте поменять огнеупорные шайбы под форсунками. Приводная шестерня ремня ГРМ крепится на втулке, по поверхности которой подаётся масло для смазки этой пары трения. Подаваемое масло отводится через специальный канал во втулке. Если втулка сильно изношена, то тогда подача масла увеличится, и это масло буквально может выдавить заглушку и начнёт вытекать под кожу ремня ГРМ и из-под него. И тогда двигатель может лишиться всей смазки. Для устранения течи придётся покупать новую шестерню, либо запрессовывать самодельную втулку подходящего размера. Шестерёнчатый привод ГРМ в двигателе 2.5 DCI далеко не вечный. В нём две составные шестерни, механизм в которых уменьшает зазор в зацеплении зубьев. Бывает, что обламывается несколько зубьев, и тогда возникает рассинхронизация распредвала относительно коленвала, и тогда поршни могут ударить по клапанам. Но чаще всего из-за проблем со смазкой шестерни просто обгладывают друг друга, а образующаяся металлическая стружка приводит к износу других портрения. В нашем случае износ зубьев минимальный, а вот износ втулок промежуточной шестерни и шестерни ремня ГРМ приличный. Помпа системы охлаждения приводится с шестернями. Износ возможен и здесь, так как инженеры просчитались с конструкцией промежуточной шестерни, которая состоит из трёх частей. Помпа системы охлаждения может дать течь антифриза по её прокладке. В этом случае жидкость будет течь не только наружу, но и в поддон. Как вы обратили внимание, клапанная крышка здесь является частью впускного коллектора. Во впуске есть вихревые каналы и прямые каналы. Здесь масло лежит густым налётом. Мы обратили внимание при сливе масла с этого двигателя на наличие эмульсий. Тем не менее распредвалы всё это стойко пережили. Субтитры подогнал «Симон»! А у нас тут трещины буквально между всеми парами клапанов. Нередкая проблема двигателя 2.5 DCI – это появление трещин в ГБЦ. Трещины между клапанами просто так не появляются. Обычно это последствия перегрева. Трещины также могут быть едва заметны глазу. Поэтому обязательно надо опрессовать ГБЦ, то есть проверить её под давлением. При сильном перегреве бывают более серьёзные трещины. Даже сквозь резьбы болтов крепления осей коромысел. Бывают случаи, что болты, крепящие ось, буквально откручиваются из-за трещин в ГБЦ. В любом случае ГБЦ не удастся восстановить. Чугунный блок цилиндров двигателя 2.5 DCI считается надёжным и долговечным. Однако и откровенно изношенные экземпляры встречаются. Иногда доходит до того, что компрессия в некоторых цилиндрах не уменьшается, а увеличивается из-за налитого масла на поршни. В этом случае масло на поршни наливает не турбина, а изношенные маслосъёмные колпачки. Оригинальных поршней и колец для этого двигателя не предусмотрено, поэтому в случае капремонта придётся покупать неоригинальные поршни и кольца. Также в продаже есть неоригинальные гильзы. В нашем случае признаков масложора и масла на поршнях нет, но «хон» практически отсутствует. Двигатель 2.5 DCI не имеет балансирных валов. Под коленвалом установлен маслонасос, который в случае нормального и своевременного обслуживания служит очень долго. Но грязное масло с частичками и вкраплениями стружки может привести к износу маслонасоса и заклиниванию редукционного клапана. Хуже всего, если редукционный клапан заклинит в режиме наибольшего сброса масла. Тогда двигатель задерёт и провернёт вкладыши шатуны, а также может приварить шатуны к коленвалу. Владельцы коммерческих «Рено», которые прошли через такое, устанавливают на новые двигатели манометры, которые постоянно измеряют давление смазки. Потому что штатный датчик давления масла включит красную маслёнку, когда будет уже поздно. Оригинальных ремонтных вкладышей для мотора G9U нет. Неоригинальные производители выпускают вкладыши двух ремонтных размеров. Судя по всему, у этого мотора космический пробег. Крофитовое напыление с юбок Стюарта примечательно без задиров и также хон в цилиндрах отсутствует, а задиров нету тоже. А затем антифриз попал в поддон и хорошенько отмыл все внутренности. Обратите внимание, что даже тонкие маслосъёмные кольца стали прозрачными, то есть чистыми. Все вкладыши без износа. Да, есть борозды, но намёка на масляное голодание нет совсем. Но и коленвал выглядит соответственно очень неплохо. Верхние коренные вкладыши тоже без износа. Если заглянуть в блок с этой стороны, то видно, какой хон был с завода и как его не стало. Кому интересно, в этом блоке есть маслофорсунки. Ну что, разборка закончена. Что можно сказать? Да, этот двигатель надёжен и способен вытерпеть много издевательств. Но если владелец годами пренебрегает масляным сервисом и нормальным обслуживанием, то этот мотор с удовольствием задерёт вкладыши. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. Помните, с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».